Девушки отдыхают В общаге не так много места. Приходится тесниться. Это раздражает. Особенно если выдалась свободная минутка на творчество. И, конечно, немного побыть в тишине и в одиночестве. Но соседке, как назло, срочно нужно навести красоту. То накрасятся, то пречистаться. Придется ее проучить. А заодно и отучить разбрасывать косметику в местах общего пользования. Розовую губную помаду красим акриловой краской того же цвета. Стопроцентное попадание в тон. Закрываем помаду и ставим тюбик на место. А вот и соседка. Как раз заканчивает мейк. Губная помада станет последним штрихом. Вот незадача. Краска успела засохнуть. О нет, она совсем не красит. Да что с тобой не так? Идти с голыми губами не вариант. А что если ее сломать? Ну вот, совсем другое дело. Эх, моя любимая помада. Я знаю, кто за это поплатится. Где она там? Разговаривает с комендантом? Отлично. Как думаешь, что это? Огромная запаса слайма на экстренный случай. Только тише, чтобы преступление не раскрыли раньше времени. Упс, упавший цветочек на место. И приступаем. Обмазываем слаймом ручку двери. Какая липкая противная жижа. Машь погуще, не жалей. Все ради любимой соседки. А теперь сматываться с места преступления. Соседка и не заметит, как вляпается в ловушку. Фу, что это за слизь? Выглядит так, как будто кто-то высморкался мне прямо в руку. И почему она снимает меня на видео? Мое скользкое фиаско явно подняло ей настроение. Пожалуй, использую твою футболку вместо полотенца. А ты думала, тебе все сойдет с рук? Это будет розыгрыш века. Все, что нужно. Стул и оберточная бумага. По размерам сиденья и спинки вырезаем такие заготовки. Переворачиваем. По длине ножек сворачиваем трубки. И собираем наш импровизированный стул. К сиденью приклеиваем скотчем ножки. А потом спинку. Получилось очень даже ничего. Бумажный стул выглядит как настоящий. А этот можно пока убрать. И бантик. Пусть соседка думает, что это шаг к примирению. О, мой новый трон. Наконец-то она поняла, кто здесь настоящая королева. Она купилась, купилась. Больно-то как. Ну и где эта мисс Золотые Руки-Овщаги? Сейчас она у меня за все ответит. Оставить коробку с пончиками на столе? Довольно несмотрительно. Без спроса съесть десерт соседки – благородное дело. Ммм, какая вкуснотища. Так, коробка пустая. Что дальше? А что, если угостить соседку фейковой вкусняшкой? Потребуется бублик для волос и краска. Покрываем заготовку акрилом плотным слоем, чтобы краска скрыла мелкие отверстия. С другой стороны наносим розовую глазурь, чтобы было похоже на аппетитный пончик. Украшаем кондитерской посыпкой. Он такой же красивый, как те, что были. Правда, не такой вкусный. Кладем подделку в коробку и, как ни в чем не бывало, продолжаем мыть посуду. Эй, что за дела? Это ты съела все мои пончики? Отстань я на диете, это ты ешь все подряд. Ну ладно, хоть один достался. И тот ненастоящий. Ну как можно издеваться над сладкоежками? Просто нет слов. Уборка в общей комнате – это вечные споры. Кто-то трудится, а другой ленится. Да еще и советы дает по грамотной уборке. Как же бесит. Придется подготовить для нее ловушку. Ведро наполняем водой наполовину. Сверху мусор. А теперь останется только попросить эту лентяйку вынести мусор. Но зачем куда-то идти, если мусор можно просто утрамбовать? Упс. Откуда в мусорном ведре вода? Ну вот, теперь нога мокрая. А ты что хотела? Это расплата за лень. Когда соседка по общаге уже совсем достала, приходится идти на крайние меры. Главное – дождаться нужного момента и припасти сочный помидор. Подкладываем его под одеяло. А стоит ли себя ограничивать? Чем больше томатов, тем лучше. Раскладываем помидоры по дивану. Пусть почувствует себя принцессой на горошине. Маскируем это овощное безумие и ждем, пока соседка вернется. Ну, ни минуты без конфликта. Подруга теряет вудительность и с размаху плюхается на диван. Ох, не самое приятное приземление. Как-то мокро. И что самая обидная соседка успела все заснять на телефон. Мои любимые пижамные штанишки. Их я тебе никогда не прощу. Кажется, это война. Ну и гадость эти раздавленные помидоры. Ну, берегись, соседка. Если ты думаешь, я не знаю, как тебе отомстить. Ты очень ошибаешься. Используем для пранка машину соседки. Распечатываем картинку со злым клоуном. И крепим ее к камере заднего обзора. Удачной поездки, соседка. Вот она садится в машину. Включает монитор. А там... Ох, ненавижу клоунов. Выглядит пугающе. Так, стоп. Истерика. Здравый смысл побеждает. Ну вот, я так и знала. Как раз в духе соседки. И кажется, ей не сдобровать. О, да. Сейчас будет бурное выяснение отношений. Ну, ничего. Порет и перестанет. Знаем, проходили. Надеюсь, хоть в душе можно расслабиться. И ненадолго забыть об общежных войнах. Думать так – непростительная ошибка. Враг не дремлет. И кажется, в ее голове созрел очередной коварный план. Ох, это сладкое чувство мести. О нет, она забирает халат и все полотенца с собой. Закончив мыться, соседка выходит из душа. Стоп, а где мои вещи? Все пропало. Как же добраться до комнаты? Не могу же я пойти, в чем мать родила. Фух. Здесь есть туалетная бумага. И на том спасибо. Но коварные соседки мало похищенной одежды. Еще и номера комнат переклеивает. Как подло. Туалетная мумия выходит из душа и торопится в комнату. Какой там у нас номер? Ее ждет большой сюрприз. Да, детка, ты попала в отличную мужскую компанию. Какой позор. Горячий чай. Интересная книга. А это еще что такое? Сумка соседки. Ну конечно, вся комната уже в ее вещах. Что ж, дорогая, сегодня тебя ждет урок аккуратности. Эти трусы я купила в подарок для брата. Но для хорошего пранка все средства хороши. Кладем их в сумочку. Вечерок у любимой соседки будет очень веселый. Правда, она еще об этом не знает. Так, еще духи и можно идти. Нет, это все не то. Милый, а достань-ка косметичку из сумки. Это какая-то шутка. Что в твоей сумочке делают мужские трусы? Ну как ему объяснить, что это проделки заклятой подружки? Какой же он ревнивый. Даже не выслушал. В пранковой войне нет запрещенных приемов. Самое время для старого проверенного трюка. Отвлечь подругу, стукнуть прохожего ниже спины и убежать. Очень умно, ничего не скажешь. А отвечать за это придется соседке. Ух, ну и как я должна оправдаться? Как же надоели эти пранки. Ничего, ответный ход уже не за горами. Есть очень милый розыгрыш. Честное слово, милый и совсем безобидный. Берем суперклей и кружок фоамирана. Приклеиваем фоамиран к крану. Ну вот, совсем не видно. Пусть теперь помучается. А вот и соседка. Открывает кран. Отключили воду? Как странно. А если открыть кран на максимум? Ух, это надо видеть. Вода пошла, но только в разные стороны. О нет, футболка совсем мокрая. Опять эти шуточки. Ну я же просто хотела умыться. Соседка заснула. Как вовремя. Идеальный момент для пранка с красками Холли. Насыпаем немного цветного порошка в ладонь. Нет, лучше побольше. И будем Соню щекоткой. Реакция незамедлительна. Какой яркий грим. Но кажется, она не в восторге. Не догонишь, не догонишь. Понравились наши пранковые войны в общаге? А тебе приходилось делить комнату с несносным соседом? Может, с сестрой или братом? Расскажи нам об этом в комментарии. Ставь лайк, подписывайся и делись этим видео с друзьями. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории из жизни соседок на Трум Трум Селект. Субтитры создавал DimaTorzok